Среди обширных полей В окрестностях города Богородска расположился рабочий поселок Гигант Здесь находится центральная усадьба племхомхоза Богородск Идешь по поселку, смотришь какой здесь поддерживается порядок И лишний раз убеждаешься в справедливости слов Где производственные объекты содержатся в чистоте, улицы красивые Там без заглядывания в бухгалтерский гроз Бухи Можно сказать безошибочно, что экономически хозяйство крепкое Совход ежегодно сдает государству Свыше двухсот голов племм молодняка Около пятисот тонн певоклассного мяса Тысячу пятьсот тонн зерна До пяти тысяч тонн молока И много другой сельскохозяйственной продукции За успехи в социально-экономическом развитии Племм совхоз Богородский неоднократно награждался почетными грамотами ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ По итогам работы в 1987 году Совхозу второй раз вручено переходящее красное знамя ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ Не сразу набрали здесь ту силу, которую сейчас имеют Прошли свои ступени роста 70 лет исполняется в этом году племм совхозу Богородский Сегодняшний авторитет хозяйства Дело рук не одного поколения людей В канун 70-летия слова особой благодарности Хочется высказать в адрес тех, с кого начинался совхоз Кто закладывал основу сегодняшних успехов Добрая память осталась о руководителях хозяйства Первым директоре Михаиле Александровиче Лебедеве По многу лет возглавляли совхоз Семен Емельянович Подобедов, Федор Игнатьевич Митин, Александр Григорьевич Прыгунов, Лев Николаевич Чистов В те годы плодотворно трудились герои социалистического труда Телятница Мария Ивановна Маргачева Награжденная двумя орденами Ленина Доярка Павлина Александровна Маргачева С начала организации совхоза ведет свою историю династия Чистяковых Родоначальником ее был Константин Иванович Чистяков Много сделали для родного совхоза Александр Иванович Денисов Нина Ивановна Мочилова Александр Иванович Маргачев Таисия Васильевна Кедрашина Александра Ивановна Сладкова Ирина Ивановна Кондрашина Александр Петрович Комаров Константин Алексеевич Лошкарев Иван Васильевич Малышев Основное назначение племь совхоза Богородский Продавать выращенный молодняк другим хозяйствам области Давать государству молоко и мясо Поэтому все службы хозяйства В прямом смысле слова Работают на животноводство В 1988 году Здесь насчитывалось более 1400 коров Идет работа по переводу Красногорбатовской породы скота На черно-пеструю Наличие такого количественного и качественного состава стада Требуют хорошей кормовой базы Задача Коренным образом изменить отношение к кормопроизводству Считать эту отрасль в числе ведущих По силам коллектива Конечно, год на год не приходится Необходимо считаться с погодными условиями Но в общем количестве Кормов с каждым годом запасают все больше По многим питательным веществам Балансируется рацион Играет музыка КОНЕЦ КОНЕЦ Давно известно, что развитие животноводства зависит кроме кормов, коров и счет одного кадров. От того, как поработает коллектив каждой фермы, зависят результаты общего труда, экономические показатели всего хозяйства. В животноводстве работает народ старательный, добросовестный, с большим жизненным и производственным опытом. Поэтому и заняли они по итогам соцсоревнования первое место в районе, добились рекордных результатов, довели надой до 3600 килограммов. По итогам работы животноводства за зимний период 87-88 годов, совхоз награжден почетной грамотой ЦК КПСС и Советского правительства. Творческие поиски в работе, желание добиться цели, настойчивость, крестьянское упорство позволили выйти на высокий рубеж. Более 20 лет трудится в совхозе главный зоотехник-селекционер Тарасова Нина Ивановна. 15 лет работает зоотехником третьего отделения Махлонова Валентина Николаевна. В Богородском пользуются известностью и признанием такие энтузиасты своего дела, как мастера машинного доения Чекунова Валентина Ивановна, Лобанова Анна Николаевна, Зенцова Нина Андреевна, Дробот Мария Михайловна. Хорошие результаты показывает и доярки Шапкинской фермы. Достойно несут трудовую вахту Фирсова Елена Валентиновна, Кабанова Любовь Валерьевна, супруги Тюменковы Валентин Сергеевич и Мария Ивановна. Более 90% молока отправляют из колхоза первым сортом. Высоких показателей достигли многие животноводы и по откорму скота. Так телятница Шапкинского отделения Александра Ивановна Комарова добилась среднесуточного привеса животных по 870 грамм. Больше прошлогоднего среднесуточный привес у телятниц Любови Николаевны Сорокиной Римма Ивановны Мочиловой. Частыми гостями на ферме бывают маленькие артисты из совхозного детского сада. Администрация совхоза постоянно заботится о создании животноводам благоприятных условий для работы и отдыха. Обеспечивает широкую гласность социалистического соревнования, материальную и моральную заинтересованность в лучших результатах. Животноводство стало высокодоходной, современно оснащенной и механизированной отраслью. Весной, кажется, нет ничего прекраснее, хорошо обработанного и вовремя засеянного поля. Готовится к севу семенной материал. Началась переборка картофеля в хранилище. Необходимо отобрать для посадки не менее 1400 тонн. Основным условием развития любого хозяйства является интенсивное использование земельных угодий. Как говорится, нет плохой земли, есть плохой хозяин. Здесь понимают, что с землей надо работать и работать. Без органики. Даже при обилии минеральных удобрений, больших урожаев не добьешься. Земля без нее настоящей урожайной силы не имеет. Ниоткуда ей взяться. От механизаторов, работающих на внесение удобрений и подготовки почвы, требуется добросовестное отношение к делу. И многие сработали высокопроизводительно и качественно. Это Чекунов Сергей Исаевич, Мараев Вячеслав Евгеньевич, Абросимов Константин Викторович. Абросимов Константин Викторович. Абросимов Константин Викторович. Широков Аркадий Михайлович. Комаров Николай Васильевич. Севцы Владимир Навесов. Сергей Савельев и другие. С полной отдачей трудились на весенней посемной. По 600 гектаров зерновых посеяли нынче коммунисты Заикин Леонид Васильевич и Комаров Николай Васильевич. Они добросовестно следили за качеством высевосемян. За дозой расхода сложного удобрения. Сменную норму на 160% и более Выполнили на севе зерновых механизаторы Александр Иванович Широков и Григорий Александрович Мулихин. Не придерешься и к качеству работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok